Еще раз добрейшего утра, наши дорогие и горячо любимые. У нас сегодня в студии интернациональные гости в том числе. И вообще сейчас будет легкое издевательство над моей коллегой. Почему? Потому что будем ее учить тому, чего она не умеет. Мне уже жарко, я уже волнуюсь на самом деле, потому что предстоит действительно интересная история. У нас сегодня в гостях Пабло Мартинес и Радика София Татунар. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну что, откуда к нам пожаловал Пабло Мартинес? Я так понимаю, что это прям с родины танго, я правильно понимаю? Да, это был перелет. Пару дней назад он прилетел с Аргентины с остановкой Мадрид, потом Италия, потом Кишинева. Ой, мама, Рома. И это все ради... Это был один трип, то есть один долгий перелет, скажем так, с тремя пересадками до Кишинева. Ну, вообще, если говорить про танго, то в Аргентине это же не просто танец, это целый культ. Ну, на самом деле, этот культ в Аргентине он стал мировым культом, то есть Аргентина настолько показала этот танец настолько красиво, что влюбилась вся Европа, а потом и весь мир. А в Аргентине вообще есть люди, которые не умеют танцевать танго? В Аргентине есть люди, которые не могут танцевать танго? Да, обычно танго культура в основном из капитала Аргентины, в том числе Буэнос-Айресе. Я просто думал, что в момент, когда человек получает паспорт 18 лет в Аргентине, один из пунктов, давать паспорт или не давать... Да, не танцуют танго, не аргентинец. До свидания, выдворяют и страны. Ну, я переведу. Танцуют в основном возле Буэнос-Айреса, либо в других городах, которые в больших городах. А в основном, если взять, то танцуют аргентинский фольклор. Кстати, мы тоже учим танцевать и аргентинский фольклор, в особенности Чакареро. Как-нибудь вам покажем. Окей, хорошо. Есть такая поговорка аргентинская, что начав танцевать танго с кем-то, можно случайно выйти замуж? Всегда может быть все, что угодно, в том числе и выйти замуж. Ну, вообще танго – это достаточно взрослый танец, поэтому... Да? В каком плане? В том плане, что его надо чувствовать, и мне кажется, что когда дети танцуют танго, даже на каких-то таких показательных выступлениях, на конкурсных, это несколько другое. А взрослый танго – это уже какая-то такая история с элементами химии. Может быть, я ошибаюсь? Да, танго не всегда про любовь, не всегда про любовь, но в данном случае человек, который чувствовал, переживал, он станцует по-другому танец, чем тот, который не переживал. Кстати, скажу, есть молодежь, которая очень-очень, можно сказать, почти, можно сказать, из книг, из того, что они читают много, они могут воплотиться в эти чувства. И есть, наверное, постарше, которые более детское мировоззрение, скажем так. Ну, это все равно, вот я понял, о чем Стелла, это, знаете, когда дети поют какие-то очень взрослые песни. Да, именно про серьезные чувства и переживания. А тут все-таки надо, наверное, где-то это прожить, чтобы понять. Конечно, конечно. Иногда говорят, что танго танцует не только, когда счастливый, когда человек в боли, в грусти, в печали, тоже мы танцуем танго. Есть у меня ощущение, что в Молдове направление танго становится все более популярным. В последнее время все чаще попадаются мероприятия, которые подразумевают танго и для профессионалов, и для любителей, приглашают вообще людей, ну, с улицы, скажем так, познакомиться с этим направлением. Так ли это? В Молдове танго растет с каждым днем. В нынешнее время тяжело заинтересовать людей танцевать, но мы стараемся, чтобы привлечь как можно больше людей в этот прекрасный танец. У меня есть одна семейная пара, знакомая, где девушка очень хотела пойти учиться танцевать, но муж ее не отпустил. Стоит ли переживать за свою вторую половинку, если это вторая половинка, и идет с кем-то танцевать танго? Ну, обычно я шучу по этому поводу и говорю, что у вас есть прекрасная возможность танцевать с вашим любовником. Ага, так что я это даже комментировать не буду. Это шутка, на самом деле, есть любители прекрасного, которые любят танцевать, неважно от того, они женаты, неженаты. То есть люди приходят в это увлечение, могут прийти так в паре, так и самостоятельно. То есть по-всякому бывает. А как давно Пабло танцует? Я думаю, как долго ты танцевал. Как долго? Окей, точно, 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 в этом году я начал танцевать 25 лет назад. Ага. Как летом ты был, когда ты начинал? Когда я начинал, я был в университете, так что я 20 лет. А с чего началось это увлечение? Как ты начинал? Почему ты начинал? Почему? Окей, потому что в университете мы были свободные часы, потому что университет не уходил. Поэтому я взял этот час, чтобы уходить в один урок, и после этого я не остановился. Поэтому я начал учиться, я начал быть интересен в танго, в коммунистях, и развивать больше связи с танго, с людьми. На самом деле он учился в университете, у него было свободное время, скорее всего, у него не было каких-то уроков. И в это время он пошел попробовать танго. Ему так понравилось, что он это сделал как бы миссией своей жизни. Есть еще один вопрос к Пабло. Есть ли момент, когда ты учишься, учишься, учишься танцевать танго, когда ты можешь сказать, все, я научился. Есть момент в танго, когда ты можешь сказать, да, я научил все. Ну, на самом деле, как с любым творчеством. Собственно, да, тут как с любым творчеством, то есть если человек начинает самосовершенствоваться в этом направлении, то как только он закончил все, в этом творчестве делать больше нечего, потому что человек, который понимает, он понимает, что он будет учиться дальше и дальше. Чем дальше я живу, тем больше я понимаю, что ничего не понимаю. Мы всегда учимся. Да. Всегда, с каждым днем. Мы учимся, учимся, учимся у лучших. И пытаемся, вот наша школа танго нова регулярно приглашает каких-то маэстро с разных стран, но чаще всего с Аргентины, для того, чтобы мы учились и показали нашей стране, как нужно танцевать, что такое культура танго, и познакомить с искусством из Аргентины. Можно еще, Пабло, один вопрос. Как вы ощущаете разницу темпераментов в зависимости от того, в какой стране вы преподаете? Ну, молдаване более темпераментные. Да, как вы ощущаете молдавские темпераменты? Темпераментные люди, например, молдавские люди, ассианские люди, ассианские люди, ассианские люди. Ну, я могу чувствовать, что из этой области Европы, в центре Европы, они более поднимают на техническом стороне. Например, если я идти более в северную, как Ингландия, они более расслаблены на технике, и они более поднимают на контенте танго. Это также разнообразно, потому что здесь более молодые люди, и более молодые люди на другой стороне. Это разнообразно. Ассианские люди более обсесываются на технике, потому что, я думаю, это культурально. Потому что это техника для всего. Поэтому в любом случае танцевать, они используют такую такую экспрессию. Но я так понимаю, что техника не так важна, как именно эмоциональная составляющая в танце. На самом деле важно все. То есть без технической части мы, к сожалению, не можем строить качественный танец. И удовольствие в танце зависит от качества танцевания каждого человека. То есть если девочка случайно падает, соответственно, парень должен держать, удерживать ее. И в таком случае эмоциональность падает. То есть становится как-то неудобно, некомфортно, может быть. И из-за этого страдает эмоциональность. Когда есть техническая сторона, и мы делаем, танцуем красиво, мы понимаем друг друга, мы держим ось красиво. И в этом случае нам легче после этого отступить от техники и думать только о эмоции. Я расскажу одну историю. Я работал на одном мероприятии, где были танцоры. Супер красивая девочка. Ну прям вот сок. И в какой-то момент один из танцев, это был танго. Они начали танцевать. И я после этого подошел к ней и спросил, зачем она это делает. Настолько это было хорошо технически, но отвратительно с точки зрения эмоций. То есть эмоций не было вообще. И поэтому вот для меня и возник вопрос. А что, собственно, тут важнее? Потому что без эмоций на самом деле любого танца существовать не может. Да, на самом деле это так. Но, кстати, скажу, нам сложно не иметь эмоций. Мы вообще все люди. И какие-то чувства у нас всегда существуют. Когда мы говорим, когда мы что-то делаем, мы всегда что-то чувствуем. Не у всех. Не у всех? Да, к сожалению. Мне кажется, что у всех просто некоторые очень хорошо это прячут. Или контролируют. Нет, есть местами, когда смотришь на взгляд какой-нибудь девушки и понимаешь, что там из мыслей только когда обед. Так, ну что, я предлагаю проверить на прочность отношения Стеллы. Ох. Да, и попробовать ее научить каким-нибудь базовым движением. Посмотрим, покраснеет ли она после этого. Так я уже покраснела заранее. Да, потому что танцевать я практически не умею. Я доверяю полностью. Готова учиться. Это старт? Давайте. Давайте попробуем. Да. С чего мы начнем? Первое, что в танго мы всегда используем стандартный ход. Мы используем в танго обычную прогулку или ходьбу. Они как-то по особенному ходят. Откручивайся. Идет автор. Мы используем эту степь для создания один famous степь. Давай, вот здесь. Вот. Окей, шлискуй. Лево или оно? Энни. Ах. Окей, шлискуй. 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 Ой, шлискуй. Их, шлискуй. Их, шлискуй. 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 Мы будем модифицировать по степям, так же, как же. Вы будете в этом диагоге. Окей. Взлево, 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 взлево. И теперь назад. Ой, все, Стелла, носочек свой потянула. Так, окей. В этом случае у нас много стелек. Взлево, просто взлево, просто взлево, просто взлево. Нормально и просто назад. Хорошо? И после этого мы будем модифицировать это в диагонии. Диагонии, диагонии, дидиагонии И дальше еще? Диагона, дидиагонии, единая. И после этого мы будем сrett Enterhari. То есть одне соглашил его, topскаяyтора? Ну ладно, просто вверх. Вверх. Вверх, вперх, вперх, вперх. И потом из-за вверх. Большое. Вновь. Оточку он опять, но теперь в диагонях. Взбивание на огне. Очень хорошо. Теперь вновь. Ох ты! Это самый самый важный стип в танго. Форвард 8. Охо вновь, и 8 вновь. Взбивание на огне. Взбивание на огне. important in tango and is the most famous so the follower news all time this step так ну собственно ситуация в том что мы только что на устно учились ты уходить а дальше предлагаю посмотреть на то как два человека разбирающих и чё-то я на вас два человека которые понимают что-то в танго будут его называть здесь у нас в студии вот так вот а какое самое важное то какого числа будет мероприятие да куда можно будет прийти посмотреть мы регулярно танцуем мы планируем еще через две недели организовать мероприятие мы вас пригласим но кое-что я расскажу очень важное очень коротко очень важно мы мы будем танцевать очень знаменитый танец называется кумпорсита кумпорсита наверное все знают про этот танец я не он потрясающий я уверена вы знаете просто как бы не знаете что он так называется и обычно наше мероприятие которое называется мелонги заканчивается всегда этим танцем то есть идет вся вечеринка и когда заканчивается это как бы последняя точка которая вот есть и ставится мы танцуем все кумпорсита для вас танцуем кумпорсита но отлично с удовольствием на это посмотрим то ради чего приехал пабло когда будет мероприятие можно ли на него прийти на самом деле мы делаем мелонги вечеринки танцевальные регулярно так что будьте на связи с танго нового и увидите вы можете прийти регулярно на наше мероприятие провести прекрасный вечер обязательно оденьте что-нибудь красивое нарядное потому что вы там возможно будете танцевать ну что тогда заходите на страничку и все подробности найдете там а сейчас вам большое спасибо сейчас эта площадка для вас и для красоты хорошо а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok